Эльноводческое предприятие, ранее гремевшее на всю область, стало банкротом. С кредиторами договориться не удалось, даже на уровне министерства. Люди уже год не видели зарплаты, а земля не обрабатывается и приходит запустение. На местном уровне решить эту проблему невозможно. Единственная лазейка – земельный контроль, который вновь вернулся в районную администрацию. Земельный контроль этим летом будет весной осуществляться здесь. И, соответственно, конкурсный управляющий получит достаточно серьёзные предписания со сроками, и каким образом он будет приводить эту землю, надлежащую ей. Таких будет два предписания. Если они будут тянуть, а на третье, тогда уже по закону через суды земля должна будет отойти к государству. На встречу с главой района пришли жители сёл Белого и Гусельникова. Людей волнует проблем плохой сотовой связи и постоянных перебоев с водоснабжением. Улица Сибирская рискует к лету полностью остаться без воды. Что Белого и что Гусельникова – это первая самая проблема. То есть, у меня сегодня безвыходное положение в чём? То есть, в прошлом году мы изготовили всю документацию для того, чтобы войти в программу «Чистая вода». Но так получилось с финансированием, ошибка была при планировании. Глава сельсовета просит помощи у районной власти, чтобы нынче успеть войти в областную программу. Но для начала необходимо выяснить, есть ли средства в фонде модернизации ЖКХ. Двум сёлам требуются фельдшеры, а для их привлечения необходимо жильё. Насущная потребность – детский сад. Все проблемы, копившиеся здесь годами, в одной части не решить, но решать необходимо. Так, в Гусельниковской школе в этом году установили новый отопительный котёл в планах замена окон. На эти цели будет направлено свыше двух миллионов рублей. Также на территории школы планируется оборудовать спортивную площадку, что позволит решить ещё одну задачу – досуг молодёжи.